Приветствую, друзья! В данном видео хочу рассказать вам об одной особенности операционной системы Android, про которую мало кто знает, но иногда она может быть полезна, да и в принципе знать стоит. Речь идёт о режиме администратора. И, кстати, не путайте это с понятием root-прав. Что же это такое? Думаю, мало для кого секрет, что практически любому приложению на Android для своей работы требуется определённое разрешение. В противном случае у него не будет доступа к отдельным аппаратным средствам. Так, проводник без разрешения на доступ к жёсткому диску не сможет читать и записывать какие-либо данные. Стороннее приложение камера без доступа к физической камере не сможет делать снимки и так далее. Но бывают особые приложения, которым этих стандартных разрешений может быть недостаточно. Для своей работы им требуются дополнительные права, которые могут быть предоставлены в виде специальных возможностей, про что есть отдельный раздел в настройках смартфона, либо же права администратора. Находится данный раздел обычно в настройках безопасности, на любой версии Android, но может немного по-разному называться. Пример такого приложения – это удалённое управление Android, разработанное компанией Google. С помощью данного ПО можно удалённо стереть информацию с устройства и заблокировать его, но для работоспособности как раз-таки требуются права администратора. Кстати, у меня было видео с подробным разбором, как использовать сей сервис от Google для поиска пропавшего смартфона и все его возможности. Если вы с данной темой не знакомы, то советую посмотреть, ибо это может однажды пригодиться, но готовым стоит быть заранее. Ссылка на тот выпуск будет в описании под видео. Собственно, если какому-то приложению будут нужны права администратора для своей работы, то ему их можно выделить здесь. Но права могут выделиться и самостоятельно, например, если устанавливаете приложение и настраиваете его на работу в режиме владельца устройства через специальный скрипт, выполняемый в ADB. Пример покажу, наверное, в следующем видео, где расскажу про одно приложение, для установки которого мне пришлось пойти данным путем, потому что в противном случае потребовалось бы предоставить рут-права, которых у меня тут нет. Вот как раз то самое приложение, про которое сейчас идет речь. Кстати, про то, что такое ADB и для чего он нужен, у меня тоже, если что, было видео. Но сейчас стоит оговорить другой момент. Как снять данные права с приложения? Это важно знать потому, что вы можете установить какое-нибудь приложение, по его требованию предоставить ему права администратора, но при наличии таковых приложения может быть потом невозможно удалить. И вы этого не сделаете, пока не отмените для него такие полномочия. В общем-то, вполне просто. Достаточно зайти в раздел «Приложения администратора устройства», ну или как-то так, и снять галочку. Может быть и так, что вы даже не сможете вручную снять полномочия с приложения. Особенно такое бывает, если в систему попало вредоносное ПО, которое ввиду вашей невнимательности, либо же изобретательности создателей получило данные права и с этого момента будет пытаться всячески удержаться на устройстве. Хотя чем свежее ваша версия Android, тем менее вероятно, что такое случится. Но все же. Тут нужно пойти следующим путем. Перезагрузитесь в безопасный режим. После этого отключайте у нужного приложения права администратора и удаляйте его. Затем перезагружайтесь и пользуйтесь смартфоном дальше. Это одна из причин, почему решил сделать видео на данную тему, чтобы донести до вас важный момент. Дважды думайте, прежде чем предоставлять какому-то приложению права администратора. Это бывает нужно крайне редко, и если приложение такое просит, значит, либо оно ему действительно нужно. Но нужно понимать, что это за приложение, либо же оно вредоносное или попросту заражено. Будьте с этим осторожны. В общем-то, добавить больше нечего. Данная функция андроида хоть и редко бывает нужна, но все же знать о ней стоит. У меня на этом все. Надеюсь, данный материал будет вам полезен. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok